здравствуйте уважаемые зрители как вы думаете какие слова станут так сказать хитом уходящего года иначе говоря что мы чаще всего произносили ну понятно что коронавирус кризис карантин безработица 42 500 и и наверное еще волонтер согласитесь это единственное позитивное хорошее слово в списке перечисленных от остальных слов к сожалению веет грустью так вот сегодня мы немного поговорим о волонтерстве и не потому что это 20-й год объявлен годом волонтера а кстати вы знали об этом вот удивляюсь я прозорливости и дальновидности наших властей вот откуда они еще в начале года знали что придет вирус настанет кризис гражданам будет тяжело и многим на помощь придут именно волонтеры не думаю что власти пользуются помощи у магов и чародеев наверное просто угадали но суть не в этом а в том что в этом году действительно одним из самых популярных слов и профессий является именно волонтер а почему я вдруг заговорил об этом в конце года да потому что сегодня состоялась онлайн встреча президента такаева с представителями благотворительных и волонтерских организаций а также бизнес сообществом о чем шел разговор чуть позже а сейчас вот о чем скажите а часто ли вы помогаете людям просто так безвозмездно уверен каждый из вас скажет ну конечно помогаю родственникам друзьям знакомым да мало ли кому продолжу опрос а каким образом вы чаще всего оказываете помощь вы опять можете сказать да мало ли каким кому-то что-то перенести бабушку через дорогу перевести кто-то просит в долг денег иногда даете по доброте души ну а чаще всего наверное помогаете советом правда же ведь это самый простой эффективный и мало затратный способ помощи посоветовал кому-либо что-либо и ходишь довольно мол хоть чем-то помог человеку ведь все мы этим грешим вышли же мы все из одной шинели и страны советов теперь позвольте задать другой вопрос но тоже связано со взаимопомощью вы когда-нибудь видели больших чиновников помогающих другим простым людям нет не тогда когда они об этом заявляют во всеуслышание при массовом скоплении свои свиты журналистов и разного рода общественников и не просто так в порыве души превращая помощь в одноразовое мероприятие к примеру на курбанайт а так чтобы постоянно на добровольной основе причем тихо без помпы без камеры свидетелей нет наверное не видели еще раз подчеркну на постоянной основе а я напомню что еще в начале года президент токаев поручил госслужащими работникам нацкомпании несколько часов в неделю посвящать безвозмездной помощи обществу в разных сферах волонтерская деятельность должна стать частью рабочей культуры заявил тогда глава государства и вот пришел коронавирус и что же мы видели госслужащие а также работники нацкомпании вместо того чтобы исполнять поручение президента сидели дома вместе с остальным народом а кто же помогал людям в это нелегкое время кто занимался волонтерством правильно обычные рядовые неравнодушные граждане во время карантина я не видел ни одного крупного чиновника или депутата который выходил по домам и разносил лекарства и продукты который бы дежурил в больницах и помогал медикам или который бы просто организовал сбор денег в помощь пострадавшим от пандемии всем этим занимались повторюсь простые неравнодушные граждане которые несмотря на карантин и запреты выходили на улице и помогали чем могли едой одеждой и средствами защиты пилюлями деньгами и даже просто словом ведь иногда доброе слово что дождь в засуху подбадривает окрыляет вселяет надежду и ставит на ноги ну так что же интересного сказал президент в беседе с волонтерами принято решение об обязательном учете волонтерской деятельности трудовом стаже работников кроме того волонтерство будет давать некоторые преимущества при поступлении в университеты и колледжи считая что это действительно действенная и полезная мера это большой стимул для нашей молодежи и радует то что государство наконец обратило внимание на волонтерскую среду на их трудности и чаянья а то ведь у нас в волонтерством и благотворительностью занимаются практически на голом энтузиазме не видя и не находя государственной помощи справедливости ради скажу что сейчас законодательством предусмотрено освобождение от налогов в размере трех процентов от прибыли для крупного и четырех процентов от прибыли для среднего и малого бизнеса направляемый на благотворительные проекты однако малый и средний бизнес этими льготами не пользуются считая что три четыре процента это очень мало вот и не пользуется бизнес этими льготами 10-15 процентов наверное заинтересовали бы наших предпринимателей и еще нужна мощная информационная кампания по привлечению бизнеса в благотворительность а то уверен многие и не знают что есть какие-то льготы и преференции еще совсем недавно в моем понимании волонтерами у нас были молодые люди в основном студенты которые помогали посетителям на различных концертах соревнованиях и форумах не могу сказать что это всегда было на добровольной основе скорее на добровольно-принудительной но именно этот год придал мощный импульс добровольному волонтерскому движению в нашей стране на сегодня у нас 200 волонтерских организаций в которых состоят 50 тысяч человек поэтому за будущее этого движения я спокоен как говорится делай добро и оно к тебе не раз еще вернется всего вам доброго и смотрите на томикем бизнес